Кто стучится в дверь ко мне? Без толстой сумки на ремне, но с синим шарфиком и планшетом в руках. Это ставропольские переписчики. Вот уже месяц они ходят от двора к двору, от подъезда к подъезду. Миссия непроста, но выполнима. Провести самый масштабный народный опрос. И на Ставрополе у переписчиков полет нормальный. Как рассказали в Росстате, на сегодняшний день переписалось уже около 90% населения Ставропольского окрая. Из любопытных фактов к опросу присоединилась старейшая жительница региона, 101-летняя Анна Коровина из Левокумского округа. С помощью дочери активная старушка и заполнила бланки. А вот в Кисловодске жители доказали, что перепись это дело семейное. Там в опросе поучаствовала династия педагогов из 13 человек. Перепись это всего 33 вопроса. У вас узнают о возрасте, образовании, семейном положении, условиях, в которых вы живете. Ответить можно за всю семью или же всей семьей. По итогу все ответы соберут воедино и с помощью языка статистики составят наиболее полный портрет нашей страны. Портрет, который в следующий раз обновится только через 10 лет. Вот, кстати, еще один момент. 12-я по счету в истории страны перепись впервые перекочевала в цифровой формат. Теперь поучаствовать в опросе можно даже через телефон. Главное иметь доступ к порталу госуслуг. И, по-моему, в период пандемии это один из самых удобных и безопасных способов. Традиционным или цифровым способом, целыми семьями или поодиночке, но ставропольцы участвуют в переписи. И многие, прежде всего, видят в этом свой гражданский долг. Да, я принимал участие. Я считаю, что это важно. Каждый человек, живущий в нашей стране, он должен был быть записан. Ну, наверное, для статистики, чтобы оценить рождаемость, наверное, смертность, насколько здорово население. Если это делается кем-то, какими-то государственными службами, то, наверное, конечно, нужна. Еще неделя остается у тех, кто не успел отметиться в переписных листах. И для всеобщего удобства Росстат решил продлить перепись на портале госуслуг до 14 ноября. Хотя изначально была заявлена дата 8 ноября. Так что спешите, отвечайте. Джимиль Ибрагимова, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.